всем привет вы видите и слышите алексея халецкого это значит что вы на канале лёша играет кстати подпишитесь если вы еще вдруг зачем-то этого не сделали и я продолжаю на уровне сложности божество проходить за австралию нацию которую я считаю сломанной в 6 циве который я в рейтинге поставил оценку сломана за австралию сидмерс цивилизейшн 6 случайно если вам это видео порекомендовали тут же перейдите к первой серии ссылка есть в описании либо в прикрепленном комментарии по идее должно быть а спонсоры канала все серии видят сразу вкладки сообщества спасибо им за поддержку на этом откланиваюсь мое лицо вы только в конце серии увидите продолжаем мы вышли в возрождение наконец-то золотой век в австралии наступил и я думаю монументальность уже поздно брать так что в другом контенте и меня уже не дадут поселиться я думаю 100 евангелистов тем более так что реформа денежного обращения кучу бабла так очередной флотоводится решу в игре я единственный вообще кто-то еще один только поставил гавань это конечно поразительно честно говоря плюс 3 боевой мощи всех юнитов то есть на континентах никто больше гавани не строил но я его наверное знаете я его наверное буду как исследователя использовать они для создания так торговую республику открыли зашибись переходим в нее он замки открываем сюда ставим ремесленничество где она что я потерял где сто процентов так к производству о ремесленники вот это ставим тут наверное так в зелененькую плюс 15 процентов скорости на других на роду штат торговую конфедерацию поставим пока и вот не знаю насчет квартала медина республиканское наследие то покруче будет да пожалуй так оставляем куча счастья должно быть у меня в городах ну плюс 4 ты не куча вот плюс 5 это было бы куча ладно так меня обвинила корея то есть в принципе я бы задумывался ну короче надо военную инженерию открывать и мушкетеров куча вообще тут вот во все вот это вот идти армия у меня если что есть так надо здесь если даже веду поселенца да где-то сюда надо тут армию держать у джелонга наверно стоит армию держать и вот это вот надо было помочь конечно ну ладно пока не буду без карточки жалко так слушая союз ни с кем я могу только снова наконец-то ко мне стали хреново относиться с фавилоном и карциям а вы знаете давайте с фавилоном в любом случае заключим военный союз вот в этом случае мне кажется очень в тему будет военный союз между нами так селитру он не дает может реликвию попросить ну кстати нормально пускай капает реликвия и вашу это только вера но какой-нибудь потом великого человека конец выкупим побыстрее так надо бы как-то концентрировать здесь войска ну вообще тут у меня ведь я лиса не вырубал и в принципе не так то просто будет атаковать вообще конечно и в мельбурне и в джелонге надо бы стены построить на всякие пожарные а какие там нет чайная инженера на нет нету на стены писателя корея добивает макиавелли никола макиавелли знаменитый корейский писатель что-то так неохота просто стены еще строить но в принципе один ход можно и построить вот смотрите возможно поторгуем с кем-нибудь так странно а почему на это нифига не действует эти подумываю убрать блин тут лес дает лес дает все-таки престиж о блин сейчас бы вспомнить что я хотел здесь построить этим парню я точно хотел акведук давайте вот после стены я к веду построю это прям сто процентов наверное лесопилки просто вот тут бы я вырубил потому что может из изверчь может вулкан извергаться и просто уберет этот лес что давайте оттуда встану и вырублю лес так голопогорские острова уже кто-то находил ггшка у нас есть новая магадишу и император эфиопии лев иуды чё у тебя есть на торговлю гипс отлично в магадиша пока эти хочет торгов по идее не должно до магадиша до дотягиваться но я щас проверю охотки только городов нет вниз не с торговым просто города государства до не дотягивается до магадиша ниоткуда к веду в конбере значит тут у нас восемь производства уже давайте сначала мастерскую потом универ потом верфь так можно во всех городах в общем то морскую традицию так и не ускорим дать дипломатическую службу открывать эти может канцелярию мне все-таки бахнуть то есть дипломатический квартал сделать но его надо в центре города рядом с центром города если только в мельбурне наверно посвящение ускорили открывать не буду да я мы в курсе уже что все возрождение он по три раза это показывают то есть а где вообще эти вот в химии горные тоннели и горные тоннели по моему строят военные инженеры да они рабочие или могут идти и другие строить военные инженеры точно рабочие строят только у инков тогда мне военный лагерь все таки красиво было бы в баларте прикольно вот сюда поставить военный лагерь ну или в сторону кореи где-нибудь тут не знаю блин вот этот но он скорее всего к озеру идет вряд ли он там сейчас поставит город правильно нет откажусь да блин ну видите он у него отваливается по лояльности сразу вот и смысл с компьютер даже это не просчитывает давайте все могут осуждать иудаизм игрок давайте корее вообще такие два голоса не вообще бесполезные им ху небольшой не спортив меня плюс 10 у буддизма и неизвестный игрок странно конечно селитра селитра есть даже под районом каким-то кстати тут бы поспешить чтобы в этих местах мои ромашки не появилось ничего и я короче не могу здесь уже город ставить хорошо как сильно тоуды не отваливается минус 9 но я могу только знаете попробовать пускай он от вас надеется что он отвалится захватить его уничтожить и поставить свой город только таким образом если ну потому что он дебильно стоит мне не нравится город иметь например если бы я сам его ну если бы я его думал захватить просто для себя по моему так себе очевидно так то у нас тут что-то у всех что-то у всех уменьшилась наука как ни странно все были в темном веке под 200 по 207 по было у немца наступило золото у немца вообще героический и наука как-то просела самая большая армия почему-то умали ну все у феопа да ну на нашем континенте что тоже странно кстати а индонезия с вавилоном воюют воюют но я там точно видел что как минимум один город вавилон захватывал давайте глянем тубан да вот тубан только тубан ну как минимум а у индонезии сколько индонезия тут проигрывать судя по всему судей по науке и по культуре буду стоять тут так вырубаем ну чё какие мы еще континенты увидим какие цивилизации на других континентах увидим наверно вниз пойду турки ну турки наверное должен с кем там воевать точняк такие агрессивные ребята торговать нечем да но я вижу я буду первым кто и кругосветку сделает и все цивилизации есть дамба теперь промышленная зона я наверно мастерские выка тут достроиться просто куплю а начну сразу строить а мне не будет же жителей на кампус даме чтобы города росли комедленно растут так нехило со мной мали торгует вообще всем ну если караванов дофигище надо бы кстати поресом глянуть можете реками индуизм мансаму наконец-то манса сурси с греком реально все его соседи повоевали я думал хотя мансамуса влезет когда он там с другими воевал ухты военный кризис против против вавилона какой как какую ггшку вавилон захватил я только рапану и видел как немец захватывал вавилон я не вижу среди названий но это ж кризис против военный кризис а этого города это не это он потому что город индонезии захватил ты не не ггшку захватил ладно тогда ладно уже пропустил да вот я просто сорю вот у нас на континенте я единственный из всех цивилизаций просто на побережье города поставил вы все вот есть есть только где немецкий кельн все может и там у ребят то же самое поэтому нету никаких никто гавани не строит все просто готовлюсь сразу нападать на город вроде пока отваливается и минус 10 вполне так тут сконцентрировал войска там сейчас не на эту какую-нибудь смотрите на вас нападая даже был бы рад и себе и корея напала просто вам покажу как какой мрак с производством тогда становится среди у меня сейчас все за три хода строится при нападении корея скорее все еще карточку просто все юниты за один ход будут строиться любой юнит за один ход ну и что что это за бонус такой невменяемый то есть австралии по-хорошему можно просто даже не беспокоиться что кто-то на нее хочет напасть потому что у него всегда есть этому противодействие определенная так я хотел покупать мастерские да но не в этом городе правда 301 давайте купим и университет строим сандок объявила войну хамурапи но это далековато все коре как так расселяется широко но тут хамурапи так так себе война и фридрик барбароса хамурапи тоже но тут немец где-то поблизости вроде как вот корея точно далеко чем не интересно манса муса вы среди шумеры и венгры 0 военная мощь 0 где армия ну и умали самая сильная армия против перекла и перекал то умали считаете почти в два раза сильнее поэтому интересно как это пойдет маяк строим настолько два города вы удай нет ни хотя нет четыре города в иудаизме вообще не интересно как из религии победит в данном случае нас партия без религии абсолютно так что не туши идут своими миссионерами счета бегают копошатся рассказывают как у них классно мы прежде там озеро называется disappointment только сейчас заметил название озеро да это разочарование в австралии есть дайте это прям даже попробую найти его отличные отличные промышленная зона короче озеро получила название в 1897 году так как фрэнк хэннон изучавший регион пилбара это в западной австралии заметил большое количество ручьев и надеялся ну идя по ним найти что они впадают в большое пресноводное озеро но к его разочарование озеро оказалось соленым поэтому и получила disappointment название прикол каменолом не плюс производства канцелярия постоянное посольство можно основывать но не учетные банки не макиявили хотя давайте может макиявилизм реально и шпионов построим учетные банки я никуда не отправляю к своим союзникам да давайте вот так и где-нибудь будем ну джелунге мы сначала покупаем мастерскую а тут кампуса нету соседи не хватает жителей тогда пока да можно я думаю а давайте разведывательное управление разведывательное управление потом шпиона так тут исследуем окончательно наш континент я не понимаю вот это по нулям силы у норвегии шумера что это значит вообще как у них между собой отношения такие натянутые я бы сказал но армия то куда делась да все еще отваливается все сильнее и сильнее я бы сказал да скажи континент просто вообще без всяких островов и континент океан океан без ничего просто плывешь ну кстати я думаю что кругосветку я не в этой эпохе сделаю очень очень большая карта получается так мавзолей в геликарнасе я вот думал опять же там где лян сидит то есть вот здесь в принципе нормально встанет и клетки неплохие будут но его 12 ходов строить я бы подождал инженера какого-нибудь на чудеса сначала торговца и потом уже пытался геликарнас по-быстрому построить так просвещение меркантилизм но я бы пошел в меркантилизм пока кстати могу ли торговка получили все-таки два рынка но вот этого заберут и следующего наверно заберут а потом можно попробовать почитать проекты таком они в сильные но у меня всех городов и дофига жилья и дофига счастья нету еды да как бы что-то с едой сделать что за катапульты да повезло мне с места в некотором смысле потому что полностью вот тут я защищен горами а тут еще и немцу город негде поставить нету пресной воды хотя и если бы играл человек я уверен был тут город поставил это все решается акведуком и тут в принципе не такое плохое уж место прям без города играть вообще обратить внимание что компьютер и не так уж и любит расселяться особенно меня в этом плане корея поражает такие шикарные места и так медленно идет расселение наверно поплыву скаутом в ту сторону блин ну вот чуть-чуть хоть одну бы клетку где-нибудь и на море взял бы просто встал туда ну за счет союза стал бы туда галерой во-первых полечился бы во вторых бы апнулся в каравеллу а тут мы стоим ждем уничтожение тауды не да еще меркантилизм не открывают для того чтобы на тропических лесах лесопилки строить жили в океане в таком огромном океане не будет никаких еще каких-нибудь островов или континентов так это у нас александр македонский будет ребята судя по цветам границ стоим ждем каждый ход проверяем был один сайт не стало 10 с половиной а вырос выроста удать тауды не на на двух жителей не ну должен отвалиться тут просто еще такие большие города кореи должны влиять на и причем скорее всего даже корея отваливается они ко мне а я в золотом корее в героическом а моли в нормальном понятно он точно в сторону кореи отваливается тут мне границы никто не даст открытый нар тоже можно плыть куда-нибудь туда скаутом лесопилки мы все-таки такое ощущение что все таки большая территория вот почему компьютер не расселяется почему он так неохотно используют возможности вообще александр чё у тебя с торговлей при все по одному и у война с эфиопией между прочим давайте глянем нет никакие города вроде он у эфиопии не захватывал а наоборот эфиопы тоже вроде ничего не захватывали все шоу нас с развитием ну эфиоп так себе александр явно покруче будет ну и тут уже все хамурапи догнали больше торговых путей то где ты я маяк завершил так пожалуй торговцы здесь построю здесь маяк кампус есть что с промышленной зоной ничего плюс один плюс один мало давайте рогили карнас тогда начну тут в этом городе должно быть в тему потом еще лян прокачаю давайте универ 8 мне давайте гали карнас мне кажется блин я быстрее заберу инженера но считанные инженерные уже давно на инженерные районы шли очки но больше них не строит почему-то интересно так два универа через два хода будет сделано давайте прямые паруса откроем тем более и астрономии я еще ускорю прямые паруса потому что я не буду уничтожать врага при помощи юнитов которые они просят хотя вдруг сейчас мне корея войну объявит это опять меня унижает но войну объявлять ссыкотно да кстати там уменьшаются силы и малей и грека но 72 у точно не берется блин еще одно обещание не держать на границе ну это тупо каждый раз вот это вот обещание проваливать имея войска в своих границах у себя на территории вот где в современном мире я я знаю что например там россия проводит учение на границе с украиной типа попугать бывало такое но это не было вот такого прям все вы не отвели в своих границах 1 от наших границ войска и мы теперь так расстроены расстроены ну чужие знаете в кинджу 23 эти глянем вообще куда у нас из кондеры в кумбисале в принципе и в кинджу просто не будем тратить время перекидывать тут одна монета вполне можно отправить да ну вот видите даже по этому континенту только он амфиполис вижу на берегу только недавно эти гавань построена возможно это вообще единственная гавань наверно вниз поплыву на этой стороне континента о это кировой кисеване хорошее чудо между прочим хорошее чудо так есть универ я думаю это значит что пора в научные уже добивать до 3 потому что это начинает давать науку от универов больше научных пока нет здесь могу райончик да просто говорю по престижу нету ли театралки побольше чтоб давала может реально дипломатический квартал построить будем к мировому влиянию и плюс шпион за нахождение рядом с центром города уровень вражеских шпионов работающих в смежных районах снижается на 1 тогда мне кажется стоит вот сюда поставить чтобы хотя бы действовал на эту промышленную зону в общем сначала строителя тогда давайте тогда помечу что я сюда хочу дипломатический есть торговец в хатусе ну можем сюда на плюс 2 вот я и думал промышленную зону туда поставить давайте поставим вместо этой фермы ой у нас хорошее отношение с эфиопом с другой стороны на фига мне с ним дружба это же испортит отношения с александром не будем те ничего давать так что то у дэни по моему перестала отваливаться нет нет показалось оксфордский университет турки построили и мансамуса запретный город окей отваливается четыре хода четыре хода до отваливания города так тут подождем один ход ничего не будем строить в сиднее промышленную зону закончили мастерскую купим и построим акведук здесь мельбурни пока ничего не выбираем просто книгопечатание давайте астрономию и индустриализацию блин мне бы только дэн но суши тут вряд ли может вот тут мне кажется вряд ли может быть уголь блин пуши так до 8 жителей медленно растешь так вот в сиднее давайте я в сиднее эту клетку выкуплю сразу поставлю кампус так и продолжу то есть тут уже место забито под кампус есть там даже появится а а в джелунге не могу потому что жителей не хватает для еще одного района к сожалению китай ну так себе у китая развитие мрамор есть и так а сколько мы уже встретили 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 на еще троих всего лишь не встретил ну то есть у них на континенте меньше у нас 9 получается у них 7 до мельбурни ничего пока не строю откладываем запретный город книгопечатание величие вашей личности воплощено в славе вашей империи спасибо спасибо за добрые китайские слова количество людей населяющих вашу империю поистине производит впечатление решили комплименты говорить так цивилизации не хватает удержать деса это это не тот город который мы ждем а вот и мега извержение как я вовремя убрал лес наверно пока ничего не меняем хотя карточку поставил на шпионов и и не строй их так я думаю что надо в вавилон отправлять я вообще знаете сначала к этому прокачать на деньги тут больше денег можем украсть именно умали триста тридцать три не ну в столицу и последний не буду поколян на аквакультуру хочу последнего губернатора в город последний посадить бы уже везде по максимуму выхлоп был удаляем ставим дипломатический квартал не часто я что-то дипломатический квартал строю так какие самые дорогие ну в кинжо наверное жалко что у меня нету в соседей союзников довольно много производства и еды теряю из-за этого но они сами что меня обиделись вообще ничего не делаем дорогим соседям жил все мирно города расставлял чем-то ними тут подселили вину корее куча места тут вот и она в мою сторону в первую очередь ставила города по-моему не честно ну так я бы наверно купил мастерскую и библиотеку а универ строил так в джелонге разведывательная один ход до 9 на еду вообще ничего невозможно построить да ну давайте шпиона пока я ничего менять не будем пока в меркантилизм идем что с торговцем мы можно конечно проекты почитать просто чтобы ускорить ускорить торговца нам ну не охота меркантилизм открывать своей культурой тем больше меньше меньше всех культур и вообще-то в культуру не вкладываюсь приятно что вы признаете все эти политические маневры только игры за которыми нет никакой реальной силы а типа я изображаю что сильно на самом деле не сильный у меня раскусил что-то гильгамеш и переку уже в новое время рванули так не буду наверное пока чинить красители у меня их дофига и так о пойдем янтарь а 2 ход давайте чел шахту постоим потом янтарь обработаем что у нас производство от рыбацких лодок так вообще весь континент уже видим наверх плыть что ли блин здесь там будет проплыв но пока больше банк верфи консульство ничего подобного нету можно никуда пока послов не отправлять дипломатический квартал консульство давайте и можно делегация это будет нам дипломатические очки давать или ты когда ко мне делегации наверно это когда да и так надо когда ко мне делегации хмеры в прошлой игре когда замопучий играл как меры что-то совсем тупо сыграли посмотрим как в этот раз ну по крайней мере они еще живы о таудэ не отвалилась лично почему-то первую очередь атакуют меня что с углем имеется уголь отлично к не буду здесь шахту ставить сразу уголь обработаю потом второй заряд на янтарь оставлю факт я хотел сюда встать на его место уже но не должен мне арбалет убить вроде как источники найдем потом будем деньги красть данду совсем мало места у индонезии осталось похоже ну вот вот как немец как расселяется вот это я понимаю да хотя тоже есть места которые хорошие не заняты ну что будет проплыв будет только нужно открытые границы с китаем а нет они хотят чтобы я заплатил придется заплатить так и у хмеров что-нибудь есть пряности вау это вкусно давайте глянем не пропустил ли какие резцы слоновая кость у шумеров меха у эфиопов я лучше буду заключать договора с теми с кем у меня отношения хорошие правильно так дальше оливки закончилась наверно так мед и оливки давайте поторгуем мне даже готов еще и доплатить все мы не торговать нечем куда я хочу пойти я хочу пойти тупо в химию поэтому научная теория экономика блин а просвещение у нас далеко давайте все-таки просвещение открою тем более торговцы еще четыре хода мне надо так но один ход научную чего даже не 12 хода можно научную теорию пооткрывать потом куда-нибудь отвлечемся там вообще индустриализация уже близка между прочим ребята блин так быстро эпохи идут честно говоря наши поэты и философы считают вашу державу света чем для всего мира общим поэты и ордена культуру как раз немного всего о ребзя я стал лидером по количеству науки вот у меня вопрос помните в позапрошлой серии даже не в прошлое в прозап в позапрошлой немец был лидером у него было 207 науки куда это все делать как как вот чуть-чуть чуток происходит я хочу чтобы почему рабочие малийски там я хочу чтобы компьютеры не останавливались какой-то момент а дальше развивались почему от немец остановился где его наука что за фигня создать заповедник нет священное место нет фрегат может быть фрегат кстати я помню даже сейчас могу его тупо купить да кстати почему нет давайте куплю в хатусе лично так там и следующим ходом улучшимся и тоже отправлю в мали где побольше у нас тадмейки походу просто покачаю пока шпионов на воровстве денег разве было такое в истории что типа шпионов нанимали на то чтобы не деньги воровали просто а потом уже да и давали реальные шпионские задания там типа выбросить секретную корреспонденцию просто странная конечно да блин зря только открытые границы брал ухань кстати надо уплывать быстрее отсюда я бы рядом с уханью суп суп не ел верфь в конберрия окей но можно фан а слушать а что у нас с углем у нас один уголь в эти глянем нету ли где поблизости еще угля у нас один уголь ну что поделать русский маяк строители военный лагерь негде ставить ну надо еще строители видимо может поставить карточку на них так консульство 2 очка влияния за ход уровень вражеских снижается и плюс 6 науки но это за этих плюс 50 науки за каждую уровень вражескую шпион захваченного или убитого давайте построим канцелярию я вообще купить ее или фабрику купить целярию построить да давайте так 5 ходов до 10 жителей ну пока фабрику эти надо бы карточку на шпионов убрать я пока больше не могу шпионов строить смысл держать так мали вообще собирается как то этот город атаковать вам не чужда мудрость соломона этом ибо все население вашей огромной страды пребывает в гармонии ну то есть у нас нету несчастных я так понимаю нет пожалуй не будем теселитов продавать так а кому он присоединяется блин меня ведь и нету смысла ждать он корее присоединится иначе фак но мне очень не нравится вот это вот малийская фигня вот тут стоящая которая будет просто мешать мне блин а какие у него стены киню стены но это походу до средневековые черт нужна осадная башня до успеет ли она прибыть я думаю что да давайте купим и куплю еще бомбарду очень хочу этот город взять они они корее отдать формируют армаду лично я короче все флотоводцы в этой игре мои блин тут не пропадайте наверно автомат поставлю тогда эту каравеллу уже нету смысла давайте мы этого используем плюс 3 к боевой мощи он слишком медленно тут плавает все исследует так меркантилизм я еще не открыл научную теорию надо отложить давайте показ одну тактику я может еще одну бомбарду куплю там 560 она всего стоит почему нет так этот меркантилизм блин 1 этот пойдет все-таки на янтарь тогда этим давайте вот здесь не буду лес вырубать оставлю это не хочет свалить стоит как прыщ можно на автомат океан открывают так хатуса строим мастерскую ураган далеко дефицит энергии есть просто нету еще угольной электростанции чтобы его ты уже у меня тут шпионы тусят и медресе санкары кто-то построил так плантация дает плюс 2000 это как-то я ускорил да а посвящение открыл но рационализм наверно пока и нету смысла ставить он немного он все плюс 9 науки даст свободный рынок тоже либерализм на помощь счастье немерено счастье немерено счастье немерено давайте глянем и и счастье немерено и жилья немерено да не на жилье не на счастье можно не ставить потому что и республиканское наследие пока не ну плюс но это на все то есть это просто плюс один в каждом городе я думаю я на плюс одно счастье в каждом городе норм я могу просто либерализм поставить а между республиканского наследия что-нибудь другое другое кстати да давайте подумаем что содержание юнитов нет вас салы нет скидка на улучшение юнитов чтобы мне такой же было проще город этот взять даудэ ничего для меня ничего такого нету покупка клеток новые строители плюс два ну вот ладно давайте поставим новые строители а вместо республиканского наследия просто либерализм то есть я убрал у меня осталось тоже счастье просто убрал жилья которые у меня и так немерено во всех городах вот и вся разница так могу ли я торговца все-таки набить может попробуем фабрика канцелярия вот здесь значит инвестиции в центр коммерции два хода и здесь два хода ну то то есть пока мы меркантилизм не открываем пошли в национализм а вот я вверху ним не до рассматривал рядом с кахоки вдруг там еще какие-нибудь гэгэшки есть куча тропических лесов не одну давайте пока холмы о два хода фабрика два хода джелунг 10 жителей собственно кампус и доделываю так он убился что ли апта у дэни не пойму куда делся юнит так откуда мне атаковать этот город бомбардой блин все все так неудобно атак наверно больно будет пока сколько у меня вообще ходов 5 наверное 6 ну ладно подождем 600 монет могу украсть просто 600 знаменитые малийские деньги которые помогли австралии встать на ноги свое время шпионы австралийские на тырили денег свозили же английских преступников в австралию это как раз вот те которые воровали у малейцев деньги и на них все жаловались они самые медресе санкаре бесполезное чудо не иногда конечно иногда бывает но в целом более там на веру в основном есть универ фабрика или вверх фабрика 3 производства вверх 4 ну плюс еще три при подачи энергии нами угля маловато будет так что с верфи начнем так библиотеку куплю дальше пускай универ строится что и сверху не ранее не будет проплыва 5 тогда кругосветку то делать вот делегация это еще плюс эти плюс 2 от посольств еще то есть еще сейчас будет больше уже плюс 3 от посольств видите если ко мне приспосылают делегации я получаю дипломатические очки не ну скаутами я наверное все таки сделаю кругосветку возьму там открытые границы и прочее сюда наверно будем как-то становиться ближайшее получается место так как у нас с границами городов да это для столицы оставим да все нормально все нормально геликар нас там своим ходом построиться судя по всему фес еще есть ну слушать одни научные грешки в этой партии просто просто одни научные грешки так но в принципе я бы в магадиша и фес посадил послов поэтому давайте что если что-нибудь за один ход открывается в эти морскую традицию откроем за два хода и дальше нам а я в химию хотел экономика давайте сначала канализацию а блин нам надо то есть смотрите тут не три мушкетеры требуется три линейной пехоты требуется но чем я буду заходить военную науку открывать тем более рыцарем никого не уничтожил я тупо быстрее открыть стандартизацию будет чем ее ускорять плюс тут еще наш диггер единственная могу экономику с помощью банков банков ускорить такие поэтому сначала канализацию а мне душами банки надо будет просто купить потому что я здесь проекты читаю 580 вот 80 банк стоит этот проекты читаю на торговца ваше знание секретов мироздания вызывает зависть моего народа конечно блин не расселяться давайте с радостью поссорим как корея себе уничтожен савон единица блин то есть ты мог поставить на холме район который ты будет давать 4 науки но ты его во первых рядом с центром окружил другими районами и у нас единица то есть минус 3 то есть вот тут тоже район какой-то стоит как можно было не научить цивилизацию пользоваться своими умениями вот единственный савон на 4 вот здесь тоже окружен о помните два это тут два было раньше тебя и один потому что еще район поставь бахнул бахнула просто уменьшает себе науку класс инженер но я правда геликарна с своим ходом построил похоже два хода я думаю не будем туда лезть может я какой-то какое-то другое чудо хочу построить фаросский не хочу точно рурка а рурка кстати вот здесь может встать между прочим вопрос только в сиднее и и строители в джелонге я бы наверное в джелонге то есть если я вот так делаю или надо ставится рурка инвестиции доделаем перебрасываем джелонг просто я писал что в джелонге больше производства чем сиднее так в мельбурне покупаем банк блин три хуя бы два хода шли взять будет этот город всего пак что-то я провтыкал я в чё-то я знаете я решил знаете опять будет моли его атаковать я такой под шумок подойду заберу а в итоге моли обиделся еще за хатусу похоже жаль зачем он обижается я должен обижаться он так вот город впихнул по-дебильному жить невозможно отваливается от одного к другому еще посольство четыре очка дипломатических от посольств на кстати янтарь есть может с кем-то и янтарем поторговать ну александр макинонскому не нравится те империи которые не ведут войны поэтому он так построил коляску нормально так тут я хотел блин не удалось из нее не украсть тут я хотел поставить плюс один первый посол вот это и кинуть с и магадиша так и теперь все с до третьего доведем и в кахоке из магадиша тоже отлично шпион потерпел на 84 процента шанс шпион потерпел неудачу да 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 дефицит энергии ну давайте угольную так а в джилонге купим банк все ускорили экономику значит канализации экономика стандартизация химия отлично союз второго уровня пол походу не получится меня нету соседей кому отправлять караваны хотя может с переглом что-то уже со всеми дружит давайте попробуем к переклу экономический корея и малейка мне так себе да а вот кстати ртуть у тебя так 12 готов был отлично но все равно я не смогу до второго уровня пробить а тут с хамурапи второй уровень тут было бы больше ведь и плюс один всего лишь надо торговые пути прокладывать а хамурапи слишком далеко для торговых путей кельты точнее галлы но я помню торговать уже нечем я уже все все распада и у него нету нифига так я только двоих не встретил и 4 5 6 7 8 9 10 1 2 на 13 14 а нет одного всего лишь одного еще не встретил наука 3840 шумера 3 хода но это не обманывать это после проекта еще тут проект знаю стоит ли наверно стоит еще один прочитать когда точно заберем так то следующим ходом мы сможем уру ручку ускорить ну что блин наверное надо отходить на самом деле я не хочу вот я мог бы сюда перейти до во первых я не смогу проатаковать город в этим ходом во вторых я буду через реку атаковать нафиг надо как говорится мне вообще мне есть еще время вполне могу захватить вполне могу захватить ну вот и оплыли мы весь наш континент практически составили его карту ну такой вот это кашатара инкогнито интересно что там скорее бы узнать затерянный мир там динозавры еще обитают до сих пор так мастерская в хатусе фабрику универ на универ и давайте монархию вернем плюс 2 а а потом дальше в национализм еще один ход до максимально умеете не храм я вообще вообще нету не религии не культуры просто забыли про эти вещи в данном случае тоже считают светочем османы войну китаю объявили 760 на 360 понимаю понимаю мобзолей так но я пока только в нормальный век выхожу а три хода до конца эпохи монархию не хочу здесь надо рабочего я думаю и обрабатывать клетки и апнуть лян в аквакультуру кстати благодаря геликарнас у нас больше зарядов три раза сможем использовать чувачка блин все равно тяжело блин походу не берется все таки ну давайте мы постоим один ход латниками просто может пушка получше рубину мне кажется я не успею все таки юниты слабоваты блин короче греция не особо много денег дает даже даже в экономическом союзе давайте в йенны и галлы объявили войну китаю короче китаю там не сдобровать похоже стою пускай убивает арбалет просто чтобы он на бомбарду не отвлекался так блин чуть-чуть не хватает мне кажется до кругосветки и мне надо последнюю цивилизацию встретить этаж куча очков даст ну тут очевидно как мир в центре наверное и это не встречная мной цивилизация где-то в центре а нету тут никого ничего интересного качества ты не было можно было и не плыть торговая республика универ универ сильные ну амбар я думаю не нужен счастье немерено верфи сначала в ансистонии верфи есть два хода до нового района давайте на фабрик я не знаю какой этот район хочу ставить и вообще где его ставить может быть аквакультуру пойти не коньяку культурте аквапарки открыть между прочим так плюс 2 влияние вот это ставим и и дальше национализм почему все прочие чудеса если у вас перед глазами есть творение срединной империи хотя скоро не будет а тут александр македонский с галами попилит нет турки турки и галлы меры пусть у них там всеконтинентальная война меры объявили войну галлам продолжает бедный арбалет мучить минусы чем ходом отваливается похоже я его не успеваю взять еще не отвалится присоединяется к корее блин я еще его и в осаду не взял эхма не успею и кругосветку чуть-чуть не успеваю возможно я последнюю цивилизацию нету смысла находить тогда греция судила мали северный ледовитый очень похоже как раз рядом с македонией да 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 помню помню так кстати а что с торговцем то следующим ходом но это из 51 возможно и не хватит следующим ходом она стану здесь еще лесопилку строить ну и давайте угольную первую а даже наверное и куплю или давайте куплю построим биржу топлин собственная и канализацию можно будет походу реально одного хода не хватает чтобы захватить то у дэни я что-то затупил я решил что мечет этих юнитов хватит надо было просто раньше покупать даже две бомбарды себе купил ну две бомбарды и осадную башню мне точно хватило я думаю так посольству станет желанным украшением и все отвалилось ну фак о 549 монет отлично в ньяне на прокачиваем на вероятность побега это тоже какие получат повышение правда он не остался в городе его придется подождать пока он вернется блин но у меня тут короче образовался лишний поселение с получать давайте побережем вот для этого места я все надеюсь что там будет затерянный мир мне правда надо военный лагерь тогда построить факт тут еще и выкинула моего открытые границы смоли брать каремии не даст открытые границы потому что обвинила меня во всех тяжких только через мали могу теперь этого раболета вернуть шьерт убери блин а кто-то же брал пантеон на соседство с тундрой мне просто прям даже интересно кто может немец а этом это можно посмотреть вообще в религиях да можно нет вот это не вот немец брал город растет быстрее вот буддизм кхмеры взяли за сет отопических лесов но это логично странно подождите я смотрел там оставалось только от соседства пустыни пусть и амали что ли не основал религию это прикол моли без религии цивилизация на религию без религии так стоим ждем ну вот два хода видите в итоге за два хода я думаю мы дождемся великого человека торговца не будем меркантилизм своими силами открывать да но к сожалению тут опять золотой век не что-то у меня это партия вообще без золотых веков получается слушайте может тут где-нибудь военный лагерь все-таки еще тут троечку хотел так давайте пока строителя я бы наверное хотел вот тут мои вот эти скотоводческие фермы и вот тут их тоже поставить а вот здесь возможно военный лагерь да давайте так и сделаю то есть этим рабочим вырублю нужен нужен военный лагерь мне как минимум для военных инженеров нам же надо копать эти тоннели в затерянный мир чтобы посмотреть че там вообще есть что-нибудь прикинь тут все клетки на самом деле горами закрыты но я думаю что это в следующей эпохе возрождение закончилось промышленная эра возрождение было золотым веком для австралии возрождение индустриализация промышленная эпоха к сожалению обычная но все выглядит пока неплохо хотя по науке мы таки отстаем так конкретно от гильгамеша ну странно что хамурапи опять же затормозил где-то здесь сидит и ничего не делает но это уже в следующей серии спонсоры могут поискать ее прямо сейчас во вкладке сообщества для всех остальных она появится завтра спасибо что смотрите играйте умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока спасибо за просмотр!